Hello everybody, hello friends. Сегодня мы немножко пройдемся по новостям, особенно криминальной. В связи с ростом, сейчас вспышка преступлений образовалась, да? Следственный комитет не справляется, и международный розыск тоже не справляется. Поэтому надо привлечь Пифагора и открыть товарищам возможности, которые нам дает Пифагор, наталкивать на раскрытие всех разных преступлений, правильно? Криминалист Пифагора, плейлист у нас никто не отменял на канале Молодкин Вага, да? Вот таким образом. Ну с чего начнем? Начнем с двух легких новостей со Швеции. Сегодня же вот была речь, но мы речь не обращаем, пять часов там, как говорится, Вода Бачкова инструмент работал, он чего-то нам сообщал, но это уже 20 лет продолжается, и мы к этому привыкли, к народному артисту и всей этой самодеятельности кремлевской, правильно? Поэтому нам совершенно до лампочки, это не к нам относится. И мы рассматриваем международные, конечно, новости более крупного масштаба. Кто у нас образец? Швеция. Швеция – это самый уровень жизни, самый крупный и, во-первых, передовая страна в области вот этих экспериментов. Именно на Швеции мировое правительство проверяет вот эти все свои ноу-хау по части чипизации. Мы помним, что еще аж даже больше 30 лет назад, да, может быть, 35 лет назад уже в Швеции на секретные предприятия, ну, у нас секретные кабинеты входили, чип уже был сделан здесь вот около, между большим и указательным пальцем, вставлен у человека чип, и он руку только протягивает, дверь, она сим-сим открывается. То есть и на Швеции сейчас тоже вот эксперимент проводится, о чем нам, кстати, сообщают, не без юмора, товарищ, там есть профессор, который живет в Швеции, это наша пятая колонна, на нас там засланец, он на этот засланец знаний силы каналов, очень приятный такой профессор, добрячок. Он сообщает, что это две важные вести, одна хорошая, другая плохая. Ну, я навскидку скажу, а сами выберите, которая хорошая, которая плохая. Ну, первое о том, что вот, уже вот эти вот, как, ну, я показываю, у меня нету такого, а вот сотовые такие, как они называются, умные телефоны, у меня нету. Ну, вот, прикладывают везде уже, в автобусе прикладывают, и уже, говорит, на карточку, на банковскую, ничего не купишь, нельзя ее воткнуть, и ничего не сработает, а только надо вот именно этот сотовый, как говорится, умный телефон. Вот, приложите, и тогда это тебе сим-сим открывается, и в магазине все купишь, и все такое прочее. Ну, это прогресс, прогресс. Дальше, ну, хорошая эта новость, плохая, это выберите сами. Дальше, вторая новость. Захотел он наличку получить. Значит, пошел в банки, 100 тысяч, говорит, население города, и он все банки, все то, что там, точки обошел, где есть эти автоматы, которые наличку выдают. И вот только один автомат где-то на окраине нашел и смог получить наличные там, что у них там, какие-то тугорики, кроны какие-то шведские, да. А так, говорит, невозможно это все уже. И говорит, что-то за наличку купить, ничего невозможно. Но ему надо, видимо, было ехать на Новый год в другую страну. Вот он, наличка нужна была. Вот таким образом. Ну, это одна. А третья новость, значит, что общественность все-таки шведская, до нее дошло, что обыкновенный фашизм, там уже все, 100%. Если у нас, как говорится, на уровне 52% фашизм пришел, то там на уровне 95%, а мы так к этому стремимся, 98%. А там он уже на 98%. Все, говорит, гудят, там кучу привиг, все сделали, и все гудят в ресторанах, уже сидят. И не продохнешь, там дым коромыслом, все пьянствуют, как, ну, первое время чумы. Вот таким образом. Это такая новость веселая. Веселая, предновогодняя. Не останавливаясь, говорит, гудят эти шведы. Вот таким образом. Ну, это к чему, как говорится, мы идем, к чему мы стремимся. Она показывает образец Швеции, это высокая разная страна. Значит, мы должны туда стремиться. Ну, в Библии-то как написано? Ей говорит Господь, бегите с северной страны. Бегите с северной страны. Вот поэтому там многие умные люди оттуда сбегут, а другие умные туда, профессора некоторые бегут, наоборот, туда. За лучшей долей, да? Ну, вот таким образом. И этот образец, мы на него будем смотреть, и финал там проявится. Я в первую очередь там, и мы уже посмотрим результат, какой будет. Ну, это такие легкие международные новости. Ну, и такие вот новости, которые у нас. Новости тоже образования, связанные с наукой, культурой. Мы видим, к чему вот баллонская система образования у нас привела. И вот эта вот монетизация образования, то есть образование, платное образование, все университеты, институты стали иметь коррумпированное руководство. И мы видим, каждый день арестовывается какой-то ректор. У одного, значит, ректора золотой унитаза, шапка Мономаха. Второй ректор участок заказанных убийствах. Вот, и так далее. А третий вот помер ректор, не ректор, но тоже ученый в Швейцарии. Это Зимин, да, Дмитрий Борисович Зимин. Ну, крупная величина, спонсор нашего Навального, нашего революционера Навального, который разоблачитель всех вот этих коррупционных схем. Его спонсировал, конечно, сын вот этого Зимина, фонд династии, призванный национальным, то есть иностранным агентом. Но, видимо, не случайно призван. Вот таким образом. То есть оппозиция была вытеснена, и вот эта наука, а с чего, казалось бы, этот Зимин, с него начнем, потому что он вчера скончался, он новопредставленный у нас. И как вот его хвалят, это, ну, правильно, хвалить-то надо всегда покойник, потому якобы он большой вклад в науку внес и в технику, в развитие сотовой, кстати, этой связи, которую вот прикладывают в Швеции, да, без которой ничего тебе не купишь, хлебушка насущного. Вот таким образом. И что говорится, его считают как? Вот он при советской власти, был савлом, а сейчас он благотворитель, фонд благотворительный, занимается благотворительной династией, и занимается, значит, помогает ученым, да. Вот, одного ученого у него не могут найти, это его сын первый, Сергей, 62-го года рождения, пропал в Испании, а раньше он состоял в Коптевской группировке, об этом Навальный не говорит в своих выступлениях, его группа тоже не говорит, а это товарищ, кто его финансирует, связан с Коптевской ОПГ, ну, который отстрелили все, отстрелили, там были братья Наумова командовали, Коптевскими, и аффилированные были многие у них друзей, и целый еще пучок был таких группировок, и составляли, как бы, эту целую армию, целую армию. Ну, вот таким образом, то есть вот, это такие у нас образованные люди, а начал он с чего? Он прекрасно закончил там институт, хорошо занимался, в школе еще он, в школьную радиостанцию, разработал с преподавателем, опубликовали книгу «Школьная улковая станция», ну, для приема вот сообщений, передачи на дальние расстояния, на коротких волнах. И вот, значит, вот такой выдающийся, потом закончился институт, он авиационный, по-моему, и занимался он антенными решетками, даже книжка была, помню, у меня тоже, когда этот предмет изучал, настольная была, фазированные антенные решетки СВЧ. Вот, это была у нас настольная, мы по ней изучали, а он там уже входил с авторами, а это был 65-й год, где-то в 65-м году, представляете, сколько времени прошло. Ну, а дальше, когда вот эта вся бодяга начала, он, да, он разрабатывал еще там, станцию Дон-Н, там, обороны Москвы, станцию разрабатывал, еще какие-то разработки ввел, госпремию получил. Ну, потом началась вот эта катавасия, и заказы военные прекратились, и он в своем ротехническом институте, кабельно наукой, создал эту фирму «Импульс», которая начала вот заниматься вот этой, сначала кабельным телевидением, потом, значит, спутником телевизора, а потом вышли они, интересно, вышли через границу, нашел дружескую семью, подружились они, почти породились с американским предпринимателем, который занимался вот этой, у него было все схвачено по этим сотовым телефонам. И, видимо, тот толчок оттуда ему дали, плюс, заинтересанты были из СРУ, они, значит, развили эту фирму в «Импелком», и в «Импелком» билайн потом произошло, и вокруг землина начали концентрироваться такие люди, как Гайдар, Чубайса, Кудрин, на его юбилей всегда вот фотографии есть, все они присутствуют, вот эти важные люди. Ну и все, министерство связи, там Мардар такой был, который все распределял, он частоты распределял на эти телефоны, они же на каждую частоту, надо получить разрешение на такую-такую частоту, а это надо запашлять. Вот этим занимался у него заместитель у этого землина, а заместитель он такой был, звали-то его Костя. Костя, какая фамилия-то, сейчас я скажу, Константин Степанович, Кузовой, Кузовой фамилия. Ну он тоже с отличием закончил мои, и тоже был в теме, на 10 лет он моложе, просто землина. Ну так он моложе остался, потому что его убили в подъезде, когда он выходил из дома 25 марта 1999 года. Помните, этот год знаменитый, когда как раз вот этот год был, значит, переходный, Ельцин уже загибался по экспоненте, а Путин поднимался через КГБ, значит, через председателя КГБ, он потом поднимался в приемнике. Вот этот интересный год, год, где песок, там был сахарный песок в домах взрывался, и все такое прочее, очень много взрывов домов было, как говорится, саспирировано. Ну эти разные враги народов, литвиненки делали все это, они все потом уехали там, их отравили благополучно англичане, эти поганцы, эта англичанка их и затравила. Ну ладно, не в этом дело, а факт то, что Кузовова-то расстреляли, потому что он был, они вместе с земляным фирмой-то делали его пилком, и у него, у Кузовова, было 4% акций, а это где-то на 50 миллионов долларов. Ну и плюс у него было 38% акций этого института, на котором это импульс-то и было, это технический институт Академии наук. Там оборудование стояло, все, а 38% акций это был Кузовова. И он хотел выяснить, я тут Зимина, но не тут-то было, а у Зимина-то сынок-то коптевский, правильно? Ну что тут, через день я вам поговорили по телефону, очень грубо поговорил с ним, с Кузовым, и застрели, и знали, куда он пойдет на совещание, знали, что он в 9, он нигде не работал, но, значит, в 9 на совещание должен был выехать, и это лепшие друзья знали. Сообщили товарищу, которого сейчас в розыск пустили, это сына этого Зимина, первого сына, Сергея Дмитриевича. Ну, он в Агане где-то служил, хороший человек, боксер, ну, потом таких людей в солдаты берут в ОПГ, конечно, там он что-то такое курировал, что-то такое, у кого-то там кастрировал, на какое-то особое предприятие, крышевал, крышевал, вот, крышевал. И дальше у него прекрасная карьера сложилась, он загрозился сразу в 99-м году, и исчез где-то на полях Испании, но у меня такое впечатление, что отец его прикрыл и вывел он его в Америку к этим своим друзьям, вот к этой семье, с которым они лепшие друзья, правильно? То есть там сыру, и здесь его прикрыли, этого сына. Все данные по нему вычеркнули, в базе данных не мог найти даже дня рождения. Знаю, что год 62-е, дня рождения даже нигде нет про него, хотя вот крупная ветчина, он стал главой Коптевских после того, как задружился с одним из брата Наумова, главаря, да, и после этого Наумова расстреляли. Интересно, да, факт? А он числился, корочки у него были милиционеры, офицеры, там бригада полиции Софрина, Софрина подмосковная. Вот таким образом, то есть неизвестно, кто кого там сдал, и кто ОПГ это сдал, он, может быть, это и сдал. А там в Испании его спрятали, ну, и где-то он исчез после встречи со своим товарищем, которого он, кстати, и крышевал, которого, да, и он после этого исчез, видимо, ему сообщили, что надо прятаться, может быть, папа сообщил. Вот ушел, и сейчас он объявлен, именно вот в этом году объявлен международный розыск, потому что там на нем долгов по ЖКХ, там миллион уже скопилось. А у него сын есть Роман, тоже боксер, и тоже хороший человек, тоже уже отсидел семь лет. А сейчас вот он вышел на Мерседесе катался, опять что-то там начудил. Вот, и сейчас вот династия, она продолжается, да. Вот, а был-то ведь Павел, а Савв, да, наоборот, надо писать. И из Павла в Савв опять вот этот вот Зимин Старший превратился. Ну, мы сейчас должны посмотреть, конечно, с точки зрения Пифагора, это понятное дело, на всех этих товарищей. Ну, давайте начнем с Зиминного, скажем так. Вот Зиминин, Зимин, это, значит, Борисыч Дмитрий. Ну, отец у него рано его репрессировали, под Новосибирским лагерью он погиб в 35 лет, а мать, она происхождение западного, интересная фамилия там. Интересные фамилии, и отчество у него интересные. Вот так по энциклопедии он 28-го, 4-го, 33-го года, видите, какой ветеран, на 89-м году скончался, да. Вот так бы у него дельта плюс 4, да, конструктив, вы видите, под управлениями порядочных людей. Вот, и вот эти вот скупости, Дмитрий скажет, что он скупой, а 4 тройки – это скупость. Вот когда он в науку подался, скупость плюс вот это пятерки, нет, это не про него. Вот, скорее всего, он после вечерния родился, мама его родила, иностранная мама его родила, вот, 29-го, наверное, уже переход на 29-е. И здесь сумма у него 13, да, здесь 12, здесь ближе, да, к науке ближе, плюс вот для науки критика важна, а у него дельта минус 12. Вот так, но революционность, конечно, никакой он, был против этой всей революции, ему было хорошо про советскую власть, и ясно, всем учёным было хорошо, и так далее. Вот его настоящая матрица, вот три девяточки, да, вокруг неё собирается с ним беседовать, очень уютно и так далее. Но вот две двойки, чем он спасался? Благотворительностью. Три тройки. Это у него, да, аналитический, и к технике, и очень способный человек. Плюс, ну, здоровье, конечно, было, потому что, вот, несмотря на две двойки, он дожил, хотя болел под конец крупно, да, может быть, ему надо было в медицину подать, в медицинскую технику податься. Ну, вот действительно, он был Павел, видите, духовность 5. Он был Павел по рождению. А вот у него, с чем он вышел, видите, сумма уже меньше стала. Дельта лишь бы сохранить, как говоришь, это то, что, как говорится, заработано трудом кузового, да. И две восьмерки, видите, появилось опять влияние непорядочных людей, и вот буква С из нулей, да, важная информатива. Видите, каждый день имеет какую-то конструкцию из нулей, которая представляет собой какой-то иероглиф. А дальше всё это сложится в текст. Когда за весь год посмотришь эти матрицы, будет текст. Может быть, мы этим займёмся, дешифровкой. То есть будем рассматривать матрицу Павгора как ключ. Ключ к вот этому тексту из нулёвок. Ну, вот у матрицы неплохая, но потерял он. Сумму потерял и духовности, видите, потерял. То есть сам, действительно, самов стал. А благодаря чему? Потому что замочил партнёра. Ну, это как, боливар не выдержит двоих же. С Америкой был связан, а там суровый закон, но справедливый. Да, боливар не выдержит двоих. А вот он, пожалуйста, кузовой. Его убили 25 марта 99 года. При выходе из квартиры в 9 часов утра. Видите, какую сумму он наработал? Наоборот, да? А 14. У того упал, а у этого, видите, аж под 14 поднялась. И 3 девяточки тоже у него стало. И 3 троечки так же. Но у него ещё пятёрка, семёрка, да и восьмёрка, главное, одна. И 3 единички. То есть он, ну, ушёл человеком со святой две четвёртых. Ну, конечно, ему революция не нужна. Скорее, контрреволюционер, да? Ему не надо было. То есть прекрасная матрица, вот он как ушёл. Но совпадение, видите? Вот, говорит, Зимин, да я тут не то воспитание. А у него, видите, 4 совпадения. И по периферии 4, что очень важно. Вот таким образом. И с Мордором, это зам, ну, считай, нашей МККР по распределению частот, российской МККР, Мардор, большой человек был. Тоже 4 совпадения. Через него, ему заносили за вот эти частоты на Билай, на Вымпелкомы, надо было купить эти частоты. Естественно, там связи были через Мордор. Ну, сейчас у Мордора нет, он в 17-м году скончался. На 62-м году золотое сечение, да? Понятно. Но с Путиным он успел, конечно, хорошо пообщаться с Путиным, да. Ну, близко к Путину, это, как говорится, близко к погибели, бывает иногда. Вот таким образом. Если, как говорится, душа не чиста. Вот таким образом. А что дальше? Ну, проверять нельзя с этим Скоптевским. Конечно, сына надо было проверить, но он не знает, где не имеет сражение. Может кто-то знает, Сергей Дмитриевич Зимин. Он прописан был по адресу, где сам Зимин проживал в Москве. И откуда он пошел в армию. Вот таким образом. То есть люди доказали, что действительно его сын, а он все вытер. В Википедии все один сын у него, Борис. Вот так. А у него еще есть вот Сергей. Еще внук от Сергея есть Роман. Вот это вот очень интересно. Роман Сергеевич. Ну, а Борисовича мы считать не будем. Борисович самим все идет, а у него шесть внуков. Вот таким образом. Это мы разобрались с Зиминным. То есть наука зла и нагрство и уныние тут вместе идут рука в руку. Наука бывает зла, как в писании написано. От науки зла, от нагрства и уныния. Это когда мы исповедуемся. В прегрешениях, мы так говорим. Или от науки злой, от нагрства. Все грехи от меня с ними, Господи. Вот таким образом. А так бы была, наука продолжалась, и он был бы человеком. А вот когда он включился в этот оборот, плюс заграница, плюс вот это ЦРУ, вот это компашка, семья, дружба, жвачка. И они тут все закрутили. Международные альянсы в Швейцарии так и с этими миллиардами. Ничего хорошего. Вот что можно сказать. Ну, второй вот такой ученый. Георгий Николаевич Грец. Видите? Грец. У Греца все есть. Даже золотые унитазы. Он ректор института, физкультурного института, Смолинский. Вроде бы в Смолинске физкультурный такой институт. И он такой весь физкультурный, там мастер по всем видам спорта, по многим видам спорта. Диссертацию написал по реабилитации инвалидов с помощью тренажеров. Вот. То есть и кандидатской, и докторской диссертации. Ну, это все крупный человек. Но когда вот сейчас за хищение средств институтские взяли, видите, как затягивает вирус капитализма, он распространяется. Даже он тогда, в 91-м, даже на вот эту всю партию, на верхушку Зюганов, потом вот этот был, он же был председателем журнала «Коммунист» этот и Гайдарда. Как кто там? Егор, да? Вот Егор. И Чубайси, это все коммунисты были там все. И Путин коммунист, да, все. И все, этот капиталистический вирус привел их к конвергенции. То есть они превратились, как говорится, оболочка вот эта была снята, и они превратились в обыкновенно капиталистических хищников. Вот. И какими стали. И извратили страну, все, вывернули наизнанку. Ну, она была, как говорится, в двухдонной страна, так была. Поверхностная то, что в газете правда, и то, что в реальной жизни это сильно отличалось, так как сегодняшняя вот эта вот песня, как говорится, певца на сцене, она сильно отличается от реальных стонов трудящихся, которые в больницах там струются и так далее, и так далее. Вот он грец, и на дуде и грец. Видите? Ну что, тут можно сказать. Это производство, это типа вот у нас Распутина святого сейчас объявили. Ну, рептилоид, производная от рептилоида. Почему? Потому что смежный день это вот чистый рептилоид. Видите? Четыре двойки, ноль и шестерка. И сумма 14, но это не про него. Это он был бы уже там где-то вверху, 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 или наоборот в деревянном бушлате. А здесь вот он еще на золотом унитазе посидел немножко. 62-го года рождения. Видите, вот эти люди 62-го. Кстати, вот этот сын Зимината, Сергей, тоже 62-го года рождения. Зима, Зёма, Зяма. Вот этот Зяма тоже. И этот тоже Зяма, только Грец. Виндиш Грец, его деревянные солдаты, да? Виндиш Грец, как там песня поется, уж вейка. Сумма хорошая, 13, ну, вот три единички, все. Ну, энергетика, правда, это больше к слабости. Как батарейка. Ну, физкультурник, да. А вот две шестерки физкультурник, все в порядке у него. Ну, кроме вот этой вот, этот, Распутинский, как говорится, диагональ. Матрица неплохая. Ну, дарик трудошел, такой матрица прекрасна. Тем более, там особо науку никто не проверяет в этой физкультуре. И все здоровенькие, и все так далее. Ну, он на золотом унитазе, и что-то у него шапку Мономаха, видите? Ну, вот это 14, да, это было бы хорошо для него. Второй лектор вообще, это... Ой, заказные убийства. Пожалуйста. Ильшат Ревкатович Гафуров. Этот, видите, день парада планет, 61-й на 62-й тоже. Этот парад планет был большой, и рождались люди, которые убийцы социализма были. Они в основном были за коперчиками свершений советской власти. Действовали подпольно, тайно и так далее. И явно. Тоже, видите, три единички, какой хорошая, матрица какая хорошая. Вот. Ну, две восьмерки под влиянием непорядочных людей. Вот. Смежное число. Но это не про него, у него юмора нету, и на фото мне не просматривается этот юмор. Значит, вот, однозначно вот это вот. Матрица однозначно. Тоже хорошая матрица, но тоже опять мы видим общую с Грецием диагональ, да? Распутины пришел власти. И вот они убили-то этого человека, Айдара, это, депутата, Исрафи... 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 Айдара в Москве. Вот убили 28-го, 8-го, а видите, у этого, где-то там было, да? Ага, первое, 8-ое. А это у 28-го, 8-го. Ну, то есть, видите, как бы дню рождения, после дня рождения, спустя подарочек, конфликт у него был. Сильный был конфликт вот с этим товарищем. Ну, там не поделили. Сумма 13. И видите, сколько совпадений. Это 5 совпадений в основной матрицы. Ну, куда-то, от Пифагора-то открутишься. Не открутишься. И вот сейчас за это убийство взяли. Видите? А убийство тоже было в 99-м году. Тогда много убийств были, и вот это вот, Кузового тоже замели. И передел полный был. Как говорится, вот эти ельцинят сносили, и приходила, значит, ну, Екатеринбургская банда уходила, а приходила Питерская. И тут надо было, как говорится, расчистить поляну. А что они успешно, ребята, и делали. Хорошие, хорошие ребята, да. Вот таким образом. Вот это основные новости у нас на сегодня. Ну, не считая то, что 23-й, но мы, кто имел, как говорится, терпение, послушал все, что у нас вот оказывается. Реальную зарплату, реальные пенсии у нас возросли. Ну, это в среднем, в среднем, да, понятно. Потому что этот самый Сбер, это триллион, триллион прибыль, триллион, один Сбер. Ну, а там еще люди есть, эти миллиардеры, это им надо же тоже офшоры, там отымают, надо же компенсировать. Поэтому цены росли. Поэтому отмазка какая, вот у Мишустина, да, смешная отмазка, это не для студента Станкина. Станкин все-таки там приучает к научной честности, добросовестности. Там студенты должны иметь эту честность, добросовестность. Но он отмазку дает какую, что это, мол, из-за границы идет вся эта фигня-то. А вот россцены за границей. Там печатают бумаги, а у нас россцены. Вот так вот. Ну, как в огороде Гатбузина, а в Киеве дядька. Вот такая отмазка, вот это у Мишустина, выпускника Станкина. Ну, что еще у нас хорошее? У нас вообще все отлично. Видите, оказывается, вот немножко про Навального проинтилировали. Да, все время Навальный, Навальный. А видите, кто его финансирует-то? ОПГ. ОПГ, да, фактически, да? Коптевские, выходцы, производные от Коптевского, которые поддерживали вот этого Зимина. Они помогли Зимину сколотить этот капитал. Плюс вот эти мордоры, да, мордоры, которые сидели в Министерстве связи. Важные люди, вдохновители всех наших частот, радиочастот. Ну, на этом мы сегодня закончим. Кратко такую информацию. Слава Пифагора за что? За то, что вот он однозначно уже сколько мы рассмотрели в этом плейлисте криминалистской Пифагоры и в других плейлистах. Вот математическая политика есть такой лист. И в других местах рассматривать. Ну, осечки практически нету. Таким образом. То есть, слава Пифагору, нам всем здоровья, пережить и, не дай Бог, нам на северную страну ориентироваться, на Швецию. Про нее как раз Бог сказал. Ей, Господи, А ей говорит Господь, бегите с северной страны. Всего доброго, до новых встреч.